Всем привет! В этом видео поговорим о том, что киевские власти выпрашивают деньги у США на новый контрнаступ. Украинские СМИ сообщили об отбытии главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон для получения экстренной помощи. Украинские СМИ называют Андрея Ермака серым кардиналом, который фактически управляет страной. Телеграм-канал Резидент сообщает, что украинский чиновник приведет переговоры с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и представит ему новый план украинского наступления, к реализации которого СУ смогут приступить весной следующего года при условии получения от США и ЕС военной и финансовой помощи. О наличии плана нового наступления с указанием конкретных направлений нанесения ударов по российским позициям сообщил ранее президент Зеленский. По некоторым данным, украинский чиновник постарается убедить американские власти в том, что ответственность за провал летней наступательной кампании должен взять на себя главком ВСУ заложенный, недавно публично признавший, что украинская армия оказалась в тупиковой ситуации. С учетом отсутствия понимания у украинского генштаба, как выйти из указанного положения, Ермак, вероятно, предложит согласовать новую кандидатуру на должность главнокомандующего украинской армии. А тем временем финансовое положение Украины из-за сокращения западной финансовой помощи становится катастрофическим. Министр образования и науки Украины Аксен Лисовой сообщил о нехватке 217 миллионов долларов на зарплату учителя. Украинский министр отметил, что из-за продления военного положения правительство Украины сократило расходы на образование. Газета Wall Street Journal написала, что с этого месяца Украина всерьез столкнется с проблемой выплаты зарплаты бюджетникам и госслужащим. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти ждут от западных партнеров обещанной ранее финансовой помощи в размере свыше 30 миллиардов долларов на покрытие бюджетной дыры, из которых 18 миллиардов долларов должен был перевести Евросоюз, 10 миллиардов долларов США и 5,5 миллиардов МВФ. Однако западная финансовая помощь задерживается. Немецкая газета Hadelsblatt сообщила о том, что решение ЕС о новом пакете финансовой помощи Украине откладывается на неопределенный срок. Прошедшие в начале ноября дебаты в Брюсселе по вопросу поддержки Украины продемонстрировали смену приоритетов в странах Европы в условиях экономического спада.